Мы с вами находимся в еще одном национальном заповеднике из пяти черногорских заповедников. Называется он Биагородская гора. Этот заповедник находится на горе, на высоте, которая свыше тысячи метров над уровнем моря. Слева от нас находится глубочайший каньон, но туда мы не пойдем. Здесь какие-то парковки, и мы, к сожалению, ограничены по времени. Перед нами великолепное озеро дивного цвета. Вода я уже проверила, хорошая, но для местного населения ледяная, но для нас, жителей Петербурга, прекрасная освежающая вода. А вокруг нас дивный буковый лес. Здесь еще встречаются дубовые деревья, но в основном это буковые. Еще в конце XIX века князь, впоследствии король Никола I, побывав в этих местах, сказал, что он запрещает вырубать эти деревья, что эта красота должна остаться. И сейчас это национальный заповедник Черногории, в котором мы с вами и пребываем. Воздух дивный, вода прекрасная, много народу, несмотря на то, что еще начало сезона. К чему я это все говорю? К тому, что мы с вами были на побережье, видели Средиземноморье. Далее мы поднимались вверх. И если мы будем следовать вглубь страны, к сербской границе, то за три часа мы с вами пересетем три климатических пояса. Выехав от Адриатического моря, из Средиземноморского климата, мы с вами попадаем в умеренно континентальный климат, а дальше мы попадаем с вами в горно-альпийский климат. И те горы, которые мы видим на берегу, скалистые, практически без растительности. Да, там, конечно, есть леса, оливковые рощи, но вот таких великих деревьев, как здесь, конечно, нет. А поднимаясь выше, мы с вами увидим еще хвойные леса и дивные альпийские луга. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok